Ну вы себе хоть домой что-то возьмите, какой-то кусочек, букетик какой-то. Вот это поставляйте, да, это гвоздички. Это турецкая гвоздика. От нее пропадают комары. Комары не любят ее. А ну, шарман. Давайте и меня тоже с Петром Афанасием еще. А как же. А у меня еще тетя Шура Фролова Федули. Ага, покажите нам, тетя Шура. Вот она. Три отваги слева, справа. Нет, от меня она, ну вот справа от вас получается. Три отваги. Два отечественной первой степени. Медаль Рокоссовского, врученная лично на партизанка, да. И, значит, от Москвы до Берлина. Медали Варшава, Кёнигсберг, Альдамштеттен и героический штурм Берлина. Участница парада 41-го года. Это потрясающе. Да. Фролова Федулина Александра Потаповна. Можете в интернет зайти и почитать. Она еще жива. Обязательно. Жива на Москве. На каждый парад в Москве. Ага. Передавайте ей привет. Спасибо. Большие это поздравления. И, ну, от одесситов пожелания здоровья и долгих лет жизни. 29-я армия. Александр Федоров и Сидор Артемьевич Кампак. Ну, еще Дорменев. Она у всех этих троих людей была в отрядах. У Петра Мироновича Машерова. Я ему открытки писала в свое время, она просила. Поэтому вот я хочу, чтобы она очень долго жила. Очень долго. На зло тем, кто не хочет, чтобы такие люди, как она, жили. Пусть живет долго и всегда. Да. Спасибо. И вам спасибо. С праздником. С праздником всегда. Это 29-я армия, которая не сдается. Это мой отец. Вот он, в середине. Угу. Отец. Ну, теперь вас узнают и увидят в двухсот странах мира. Естественно. Полк особого назначения. БАП. Бомбардировичный авиаполк. Полк особого назначения. 29-й армии. Ну, Кавказ был последний у него. Кавказ. Если бы не кавказская нефть, мы бы сейчас с вами здесь не стояли. Правильно? А тетя Шура 17-й отряд особого назначения. А особый отдел Советской Армии, не надо вам рассказывать, шаг право-влево, расстрел. И лагеря. Сибирь. Да. И бесплатная путемка в Сибирь. Спасибо. Да, вам спасибо. Спасибо. И вашим родственникам. Спасибо. Долгих лет жизни и здоровья. Спасибо. Спасибо. Пусть живут, кто живы, пусть живут. Пусть живут. Могу вам сихотворение прочитать. Хотите? Спасибо.